В этом модуле мы рассмотрим несколько разных, но довольно тесно переплетенных между собой тем. Во-первых, это параметризованные типы, или на сленге джава-программистов — дженерики, аналоги шаблонных классов из C++. Во-вторых, коллекции, такие как списки, множество отображения, где эта параметризация придется как нельзя кстати. И в-третьих, стримы, которые позволяют работать с коллекциями и другими источниками однотипных элементов в стиле, характерном для функциональных языков программирования. Тут же мы коснемся функциональных интерфейсов, про которые уже два слова было сказано в третьем модуле, но теперь у нас будет возможность распробовать их как следует. Итак, приступим к обсуждению первой темы — параметризованных типов или дженериков. Давайте представим, что мы реализуем какую-то общую библиотечную логику, которая может быть применена к объектам разных типов. Например, мы можем написать двоичное дерево поиска, в каждом узле которого лежит какое-то значение. Или мы реализуем метод для поиска минимального элемента в массиве. Как сделать так, чтобы для поддержки нового типа, который пользователь взжелал использовать в дереве или массиве, не приходилось копипастить весь алгоритм и заменять там одно имя типа на другое? Можно было бы объявить наше дерево поиска или наш метод поиска минимума самым общим способом, то есть использовать на входе и на выходе тип обжект. Это решает проблему копипаста, но бьет по удобству использования кода. Получается, что пользователю надо будет помнить объекты какого типа он хранит, в дереве или в массиве, и аккуратно следить за тем, чтобы не положить туда чего-нибудь лишнего. А при извлечении объекта этот обжект нужно явно приводить к нужному типу. Причем ошибка программиста проявится только во время исполнения программы. Неудобства этого подхода побудили разработчиков Java пойти по пути C++ и добавить в пятой версии языка возможность параметризации классов, интерфейсов и методов каким-то типом. То есть вместо конкретного BigDecimal или String можно объявить и затем использовать некоторую переменную, в качестве которой будет подставлен любой тип, удовлетворяющий условиям. Синтаксис мы разберем чуть позже.